Медицинские центры, дружественные к молодежи, существуют во всем мире. И Приднестровье в этом направлении не исключение. В разных городах республики были открыты подобные медицинские центры. К примеру, в Рыбнице такое учреждение работает уже четвертый год. Тогда, в 2010 году, благодаря инициативе Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР и финансовой поддержке Глобального фонда, в городе появился медицинский центр, дружественный к молодежи. Каким его видят рыбничане, показал наш опрос. Чтобы было все бесплатно и доступно. Мне кажется, на мой взгляд, он должен быть бесплатным, во-первых. Куда может прийти молодежь, получить бесплатную консультацию для себя. Анонимный какой-нибудь вопрос решить. Мне кажется, что в первую очередь там должны обсуждаться такие темы, которые сейчас актуальны. Например, тот же СПИД ВИЧ. То, что сейчас является действительно важной проблемой. В первую очередь это половые отношения молодежи. То есть объяснять, как это все правильно делать и как предохраняться и все остальное. Много вопросов, о которых они стесняются спросить у старшего поколения. Следовательно, там нужна, прежде всего, помощь психолога грамотного. Ну, наверное, естественно, врача. В соответствующих направлениях, скорее всего, связанного с сексуальным направлением, потому что это бурный рост гормонов. Ну и, видимо, еще что-то там такое самое необходимое, которое касается уже всех, это ВИЧ-инфекции и прочие инфекционисты. Это видение рыбничан о том, каким должен быть медицинский центр, дружественный к молодежи. А вот что он представляет собой, нам удалось узнать, пообщавшись с его заведующей Оксаной Егоровой. Она рассказала о спектре предоставляемых услуг и отметила, что здесь подростки могут пройти обследование или получить консультацию по всем интересующим их вопросам бесплатно и анонимно. Но помимо своей основной работы, это учреждение занимается и просветительской деятельностью. В первую очередь у нас такое направление развито, как психолого-социальная поддержка подростков и молодежи в возрасте от 12 до 24 лет. Также у нас профилактика и предупреждение инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-спит-инфекции. Мы разрабатываем очень много мероприятий, проводим с ребятами, как индивидуально, так и групповые. Также специалистами центра было пройдено обучение по пре- и постконсультированию тестов на ВИЧ. И как только будет центр располагать подобным ресурсом, мы сможем покрыть и этот спектр услуг. Потому что проблема такая есть, тенденция такова, что инфекция распространяется, и нужно наладить большую профилактическую работу с ребятами. В центре отмечают, что такие медучреждения стали пользоваться спросом среди подростков. Все больше молодых людей выходят из замкнутого круга своих проблем и переживаний. Они больше не остаются один на один со своими бедами и страхами, а все-таки обращаются за профессиональной помощью. Так, в прошлом году специалисты центра проконсультировали более 600 молодых людей. А всего посетило центр более тысячи человек. Это были массовые мероприятия, это были тренинги обучающие, семинары, это были индивидуальные консультации у специалистов. И хотелось бы сказать, что это у нас психолог, уролог, дерматовенеролог принимали. Также у нас и охрана репродуктивного здоровья как один из компонентов деятельности. Но, к сожалению, этот опыт был, но на данный момент только потому, что нет специалиста, мы этот компонент ни в коем случае не закрываем, не отказываемся. Мы будем стараться и эту нишу восполнить. Доступность, добровольность, доброжелательность, доверие – это четыре основополагающих, на которых базируется принцип работы медицинского центра дружественного к молодежи. Квалифицированные специалисты проводят как индивидуальное, так и групповое консультирование. Кроме того, работа проводится не только с молодыми людьми, но и с их родителями. У нас уже несколько лет проводятся тренинги для родителей. И на этих тренингах мы даем рекомендации, обучаем родителей, как наладить бесконфликтное общение, ненасильственные формы воспитания. И тоже приятно для себя видеть вот это преображение родителей, их смена позиции, потому что особенно вот когда отцы приходят на тренинги, они «да, я считал, что я должен в семье быть жестким». То есть вот этот стереотип мышления, что должен держать определенную уже модель поведения в семье, он понимает, что нет, что нужно варьировать и быть более гибкими, и учиться договариваться с ребенком. То есть вот этот аспект, именно подростковый, кризисный возраст, он кризисный как для детей, так и для родителей. Поэтому тут мы тоже, хорошее такое подспорье. За четыре года специалистами центра уже проделана существенная работа, но они не собираются останавливаться на достигнутом. В планах улучшить материально-техническое оснащение кабинетов уролога, гинеколога, дерматолога, пополнить кадровый состав, а также проводить тренинги, беседы и лекции. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лег-ТВ.